Дорогой Дух Святой, я прошу тебя во имя Иисуса Христа, помоги мне проповедовать сейчас и сказать только то, что ты задумал, что бы я сказал здесь для этих людей. Спасибо тебе. Сегодня 12 декабря и сейчас понял, что сегодня 99 лет моему отцу исполнилось, если бы он был жив. Но его уже нет только 20 лет, и самое ужасное, что я не знаю где он. И скорее всего не там, где надо. Потому что он был обыкновенный человек, офицер, и жил обыкновенной жизнью. Может быть мама его крестила в детстве, но это не означает, что он на небе сейчас. Да, и поэтому помня, что у каждого есть свой папа, мама, сын, дочь, внук, родные любимые люди. И если они не спасены, и ако не са спасени, то наступит момент, когато ще съжаляваме за това. А возможно мы будем съжалявать об этом долгие, долгие, долгие годы. Я знаю, что мы не сделали то, что должны были сделать, чтобы они оказали там, где мы. Я знаю, что у каждого присутствующего здесь, у каждого. Всеки. Там написано. Как? Да, смысл в этом. Смысл, смысл, как церковь-то днес, да ворви по свое, по цели о свят. А если разбить это название, сделать им второе название, то будет так. Слушайся Библия и иди спасай людей. Или слушай Библию и спасай людей. Слушайся Библию и спасай людей. Слушайся Библию и спасай людей. У меня месяц назад было такое откровение, я вдруг понял, Бог мне сказал, чтобы я слушался Библию. Он говорит, весь секрет, вся истина в том, чтобы ты слушался Библию. Все, что там написано, это для тебя. И если ты будешь делать то, что там написано, все просто, ты будешь успешен. Так написано. Поэтому нам думать особо не надо. И за това не трябва особено да мислим. Очень приятно слышать, когда происходят такие удивительные вещи. Когда небеса открываются. Когда небесата се раскрыват. И мы можем погрузиться в этот удивительный мир. Тверхъестественно. То, что Оля сейчас рассказывал, например. Какой-то Олгаса расскажет сега. Когда небеса поют. Когда небесата поют. Когда ангелите поют. Когда Аня барабани. Когда Аня барабани. Когда все происходит. И когда всичко се случва. И тогда вдруг что-то происходит. И ты плывешь там. И ты плувашь, востовайся, наслаждавашь на присутствием Бога. И разбираш, что ты действительно сверхъестественная личность. Что имеешь доступ к небесам. И имаш доступ до небесата. Но это праздник. Обаче това е праздник. Точно так же, как вот у нас праздники. День рождения. День рождения. Рождество. Новый год. Рождество. День рождения. Рождество. Празники. Празники. А в остальном, в основном, будни. Презостануло время са будни дни. И поэтому Бог нам прямо и точно совершенно говорит. Слушайся Библия. Не жди водительства. Не учакывай водительства. Не чакай проявления. Не чакай чувства. Не ориентируйся на ощущения. Не жди каких-то особенных, и не учакывай некаких особенных потрясений духовных. Просто выполняй свою работу. Просто делай, что написано. И просто вошли твое, какое-то пиши. Вовтовая истина-то и сила-то. И сегодня эти слова звучали. С этого музыканта в болгарской церкви. Который постоянен. Он постоянен. Он пашет. Он живет этим. Он просто. И потом в один торжественный момент, когда наступает пик, кульминация, тогда проявляется праздничное состояние. Присутствие Божьего. Откровение. А в целом жизнь христианина. По целу животных христианин страдание. Я сегодня читал Библию по плану чтения Библии. И там написано. Воля Бога, чтобы мы страдали. Воля Бога, чтобы мы страдали. Воля Бога, чтобы мы страдали. В страданиях. Воля Бога. Разве нет? Боже, это воля. Если мы откроем послание Якова, там написано об этом. Отворим послание на Яков. Там пишет. Хотите, прочитаю. Это не входило в план моих. Что угодно Богу. Слушайся Библию, делай добро, страдай и терпи. Ибо то угодно Богу. Это мой заголовок такой. Это я сегодня выписывал. Я обычно выписываю, когда я читаю, что-нибудь выписываю в заметке. Ибо то угодно Богу. Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Это какая глава? Это 3 глава. Яков 3 глава, 19 стих. И дальше. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу. Значит, мы должны делать добро. Значит, я водовыршен добро. Терпеть за то, что нас осуждают, гонят, страдать. И это угодно Богу. То есть я хочу сказать сейчас, делая вступление. Искам докажет тупо. Свою проповедь. Что есть праздничные дни, а есть рабочие. И рабочие гораздо больше. И работа наша состоит в том, чтобы слушаться Библию. И работа-то и не в тваду слушаем Библию. Слушаться Библию – это поступать так, как там написано. То есть, да поступаем так, как кто пишет там. Если там написано, возлагай руки на больного, если ты верующий, он станет здоровым. То не надо тебе страдать и ждать водительства. Чувствуй, думай, ты просто шел, должен идти делать. Если написано, что группа прославления, принимая на себя ответственность, должна тренироваться, репетировать бесконечно. И чем больше, тем в праздничный день будет постоянница, толкова по высокой качеству в праздничных дней. Им приходится вставать раньше и делать. И точно то, как сказал Наталья, че те треба порану, да се собуждают. И точно за то, что ему по гулям будешь те затягива в наш живот. В прошлый раз, в прошлое воскресенье, наш болгарский брат Юрдан проповедовал. Наш болгарский пастор Юрдан проповедовавший. И выражал свое беспокойство состоянием церкви. И изразил свое беспокойство за болгарскую церковь. И он свидетельствовал о том, что, как он лично и люди, с которыми он работает для Бога, евангелизировали. Он сказал, что многие вещи не работают. То, что срабатывало раньше, сегодня не работает. Я абсолютно с этим согласен. Я сидел, и у меня было такое ощущение, что он и я думаем одинаково. У меня было такое ощущение, что мне надо было встать, и мы по очереди поговорили. И ако застанах аз, можехме да се редуваме, и проповеда би излязла в существо, защото аз го разбирам. И сегодня нужны новые подходы, просто нужно быть в течение жизни, нужно быть в этой реке, которая течет. Они стоят на берегове, и по-прежнему пробуем, сработает не сработает. Я хочу сказать, что грешны мы люди. Кто-нибудь согласен, что мы люди грешны. Кто знает, что он грешен. Что мы много согрешаем. Особенно словами. Хорошо, что в основном словами сейчас мы согрешаем. В основном, а раньше не только словами. Всем телом грешили. За так, что трех состоял. А сейчас согрешаем, но в основном в слове. Потому что мы рождены свыше. Мы не можем творить то, что раньше было. Но мы согрешаем. А греха – это опасная вещь. Грех приводит тяжелым последствиям. Написано в Якова третьей главе. Все мы много согрешаем. Но дальше написано. Последний стих послания Якова. Последний стих послания. Пятая глава, двадцатый стих. Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Таким образом, если ты приводишь человека ко Христа, ты покрываешь множество своих собственных грехов. Яков заканчивает свое послание одной из самых важных и таких крутых необыкновенно возвышенных в Новом Завете идей. И об этом в Библии много-много раз говорится. Что если кто-то сошел с пути, пребывает в грехах, пропадает, утопая в похоти и прочих разных проблемах, и какой-то христианин освободил его от ошибок и привел ко Христу, освобождал от грешки и го водил до Христос, и поставил на истинный путь, то он не только спасает душу этого человека грешника, но и скупает множество своих собственных грехов. Другими словами, спасение души ближнего лучший способ спасения своей собственной души. Когда ты спасаешь другого человека, ты, согрешающий много, гарантированно обеспечиваешь себе спасение. Пророк Даниил написал, в книге пророка Даниила написано, и разумные будут сиять, как светило на твердии, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки. Невероятно. Был такой человек в Америке, звали его, фамилия его Улберфорс. Как быстро повторяют, молодец. Он был таким активнейшим борцом против рабства. Верный христианин. И однажды одна тетя обратилась к нему по поводу спасения. А как вы спаслись, а как я спасу... Ну, в общем, о спасении. И как он себя спасал. И он, говорят, что он так ответил ей. Вот я сейчас вам прочитаю. Он сказал, я был так занят спасением душ других, что у меня не было времени подумать о своей собственной душе. Говорят, что тот, кто приносит свет в жизнь других людей, не может избежать лучей этого света сам. Когда ты несешь свет, ты сам весь во свете. И поэтому, кто приводит жизнь других людей к Богу, он пребывает в свете. И он гарантированно спасается. В прямом смысле, принимающий участие в работе Иисуса Христа по спасению людей спасает себя. И сам пребывает в лучах этого божественного света. И его всветлинато. Вот был такой, недавно ушел домой Рейнхард Бонки. Кто-нибудь слышал о таком человеке? На его собраниях каялись одновременно до миллиона человек и более. Миллион человек навременно приводили к Богу. Миллион хора в один момент учивали пред Господа. И тези хора поплывали карти со своими данными. И на тези собраниях две хиляди хора получавали исцеление. И я очень тщательно следил за его жизнью и изучил его работы, книги его и смотрел его проповеди, огненные. Които са огнени. И он говорил, что и той казваше он говорил, что у тела Христово есть одна главнейшая цель. Има една главна цель, к которой она должна стремиться. Это евангелизация мира и спасение души. Церковь предназначена для того, чтобы люди узнали Евангелие. Церковь предназначена для того, чтобы многие люди спасали. И чтобы не выходил человек, говорил, моему папе сегодня было бы 99 лет. Не да излиза човек и да казва бащами на 99 години и за сожалению не знам къде е. Но это велики евангелистики. Их было много. Они вошли в историю и те са влезли в историята. И есть свидетельства, которым можно верить. На които можем да вярваме. Вот я уже как-то тут рассказывал свидетельства одного корейского известного проповедника, который заболел, попал на небо, умер и попал на небо, потом был возвращен обратно. И след това се върнал обратно. И он говорит, ему показывали там награды, обители, обители тех, кто много поработал для Исуса Христа. И он назвал там три фамилии, три именича людей, которые получили там одно из самых высоких наград, в виде върцов для себя. И Исус приготовил для них обители там. Единия от них бил, например, Джон Уесли такой. Известен проповедник, евангелист в Англии, известен проповедник, който на своя кон обиколил и был много бит, и по много раз проповедующий евангелие в течение дня одного. Служил, не покладая руку. Служил без спира. И много других известных людей мы знаем, за столь генералы Божьих. Цель их всех служений была одна важнейшая. Привезти людей к Богу. Через исцеление, через чудеса, через проповеди, через евангелие. Спасение людей, спасение людей, спасение людей. И они получают такую награду. И те получават такава награда, защото с светлината. Те покриват много свои грехове, водяйки хората при Господ. Все это понимаем. Всички ли го разбират? А тепер я вам задави въпрос. И сега ви питам, а если я не е Джон Уесли, а если я не Смит Виглсворт, не Орл Робертс, не Бени Хин, а просто обикновен челек, христианин, прихожанин, обикновен член по местной церкви. У меня есть работа, дети, семья, куча забот, и я просто по успешеним прихожу в церкви и иногда прихожу на какие-то другие мероприятия. Но просто обикновен. Таких, просто обикновен човек. Всегда, как бы мы ни хотели, что бы мы ни говорили, как бы мы ни мотивировали, ни активировали, ни работали, ни выкладываем, хоть пастер, пусть он здесь костми ляжет. Все равно будет статистика. 1-2% ще са лидери, които проемат отговорност за своя заводение на церквата. И около 10-15% хора, които са активни, които ще участват на какие-то мероприятия, что-то делят. А остальные люди бут просто прихожане, которые приходят напитаться. Вы согласны с этим? Так всегда бувало. И так всегда будет. И это не изменишь. И няма да се промени. То есть получается, что абсолютное большинство людей не задействовано ни в чем. Как правило. И вот я думаю. И аз си мисля. А как быть этим людям, па как ще са тези хора, которые не приводят людей към Христос? Които стесняются. Които се притесняват. Които говорят, что это не мое призвание. Които казват, что это не мое призвание. И как бы их ни побуждали куда не притесняват, что ни будят сделать. Они не делают ничего. Те не правят нищо. Как один сказал, греют лавку. Както казват, диния, да загряват пейката. Пришел попа и нагрел лавку, ушел, благое дело сделано. Но написано, библия говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелието. Он говорит, тебе, 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 мне, каждому, иди и проповедуй. Если ты христианин, иди и проповедуй. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари, каждому творению, каждому человеку на земле. Там, кто где находится, тот, кто будет веровать, креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И там дальше, что будет сопровождать верующих людей, написано Марка 16. Там написано, что у верующих будут сопровождать следующее знамение, именем моим будут изгонять бесы, говорить новыми языками, брать змей, если что смертоносный выпрет, не повредит им, возложить только на больных, и они будут здоровы. Это для кого написано? Для каждого из нас. Для каждого из нас. Для каждого из нас. Я понял это через год после того, когда я покарился. Я читал и читал вот это место, читал и читал, и читал, и читал, и однажды поднаступил момент, когда мне надо было возложить руки. И видишь, наступил момент, когда вы возложили руки, говорил я. Ребенок из реанимации отдан умирать. И у него сбила машина, он весь никакой. И у него все разбалансировано, плюна летит. Он умирает, родители зареванные стоят. Я кто такой? Но я это прочитал много раз, потому что в меня это попало, как только я пришел, в меня попало, что идите по всему миру, я должен идти. И я возложил руки, и через полгода я узнал, и убежал от страха. А через полгода я узнал, и убежал от страха. И через полгода я узнал, что он живет здорово, и меня благодарит, что я к ним приходил молиться. И я рыдал тогда, если бы я этого не сделал. С этого началось у меня движение. И потом я узнал, увидел, что в самом конце написано, что когда Иисус сказал этому ученикам, идите по всему миру. Внизу написано, и они пошли, и проповедовали везде, при Господнем содействии, и подкреплении слова последующими знамениями. И я тогда понял, что если я пойду, то тогда и буду делать то, что написано, если я послушаю Библию, то он будет мне содействовать, и подкреплять это. И потом я читал Библию, и там написано, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня Евангелие, то сбережет ее. Там прямая мотивация изложена. Это о чем говорит? Что значит потерять душу? Это значит свою жизнь отдать Богу. Это значит все свои планы. Я бизнесом хочу заниматься. Зачем мне проповедь? Нет. Ты должен уделить время от отдать свои желания и отдать душу свою Богу. Тогда ты ее сбережешь. Что могу сказать? Идти по всему миру. И проповедовать. Это наша главная функция. Тогда мы сбережем душу. И тогава ще запазим душа си. И это воспринимать надо остро. Это надо воспринимать как спасение от греха. Потому что мы все много согрешаем. А жизнь может завершиться в любую секунду. И если вот ребята с поклонения. Мы каждое растресенье приходим. И мы потребляем плод их работы. Мы закрываем глаза. Мы пребываем там где-то в грезах. Но это труд. Это труд. Это тяжелая повседневная работа. Она требует репетиции. Практики. Повторений. Согласны? Один текст в песне надо учить. Новый. Просто-напросто. И это делают люди. Это делает пастырь. Который хочет он, не хочет. Болен он, не болен. Здоров. Он обязан. Он не может по-другому. Он жить по-другому не может. Он поставлен Богом. Он пастырь. Он пройдет своих овец. Его задача, чтобы церковь жила и процветала. И так каждый человек. И всякий человек и так. Даже тот, который входит в число 90% пассивных. И если хочешь душу сберечь, ты должен идти и проповедовать. И это не шутки. Это прямое указание. И еще написано. И пиши, че во всички народи трябва да се проповедва благовестието. И во всех народах должно быть проповедовано. Знаете, о чем здесь говорится? За какво се говори тук? Сказано. Конец придет тогда. Че края ще дойде тогава. Когато последния човек в народе каком-то узнает Евангелие. И тогда конец. И тогава идва края. А теперь задумаемся. Задумаемся. Если у вас еще нет детей и внуков, то они будут. И если вы спасены, а ваши дети не или внуки, и вы переживаете за своих близких, то знайте, чем дольше будет этот мир лежать во зле и чем дольше будет отодвинут приход Иисуса Христа, тем больше вероятность, что кто-то из наших близких будет подвержен дьявольский атак. И он не устоит. И он может не оказаться там, где мы. Каждый день. Каждый день. Не знаю, как вы. Я уверен. Я абсолютно уверен, что каждый день христианин становится на колени и говорит. Отче наш. Сущий на небесах. Да святится имя твое. Да придет царствие твое. Да будет воля твоя. И на земле, как на небе. Скорее! Скорее! Пожалуйста! Скорее! Потому что мои дети живут в мире, который лежит во зле. И они подвергаются опасности и риску каждый день. Скорее! Пожалуйста! Но он говорит, когда последний человек узнает. То есть, если мы заинтересованы в спасении своих детей. Спасение своих близких. Мы должны быть заинтересованы, чтобы как можно скорее Иисус пришел, чтобы его воля оказалась на земле. Чтобы он не болтыхался в этом зле, в ужасном. Кошмарном в этот мир. То есть, я подвожу вас к мысли о том, что обыкновенный, простой человек. Который не проявляет никакой активности в церковной христианской жизни. Это его как бы такая, как рок такой, судьба такая, предназначение такое. Быть потребителем. Он может быть активным в чем-то другом. Но не все лидеры в христианском деле. Есть лидеры в спорте, отсюда он приходит рядовой. Понимаете? Это все объективно. Не могут быть все до одного пастыря и проповедники. Но спасен должен быть каждый. И награду должен получить каждый. И может получить каждый. Что надо для этого делать? Идти по всему миру и проповедовать. Наступают времена, когда нам сказали, а что делать? А как конкретно делать? И почему бы нам всем, даже обыкновенным людям, обыкновенным людям, не бежать, как говорит Павел, за награда? Ну почему бы не бежать? Не бегут. Хората не бягат за награда. Но не бегут. Я далек от мысли, что я сейчас произнесу пламенную проповедь, а завтра вы все начнете, все до единого начнете биться с утра до вечера, чтобы в воскресенье привезти сюда каждому по 10 своих друзей. Я далек от этой мысли. Я далек от этой мысли. Я далек от этой мысли. Я не верю в это. Я не верю в это. А почему я не верю? Бачи, за что? Есть такие мифы, такие представления. Ну, отговорки. У нас это на флоте, когда я служил, назывался откоряка. Откоряка такая, отговорка. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И отговорился. Някаква измислица, за да отхвырлям таза мисла. Какво казват хората? Общаюсь с людьми, я говорю, а почему ты не пригласиш свои друзей? Ты сколько лет верующий? Пят лет. Сколько человек ты привел ко Христос? Для кого ты стал отцом духовно? Сколько человек услышал от тебя Евангелие? Нисколько. Два, пять, один. А почему? Пять лет прошло. У меня есть такой рассказ, называется «Жлобство». Знаете, что такое жлобство? Я учился в училище военно-махтум и были ребята, которые по ночам под одеялом жрали из своих посылок. Мама прислала посылку, ему жалко поделиться, и он ешь ночью под одеялом. И много-много-много-много таких примеров. Я привел в этом рассказе множество таких примеров. Это означает, что я получил, у меня есть, а вы пошли вон все. Это называется жлобство. Я спасен. А ты пошел вон. А почему ты пошел вон? А потому что я не буду тебе рассказывать. А почему ты не будешь рассказывать? А потому что я стесняю. А потому что я не умею. Потому что у меня нет опыта. Я плохо знаю Библию. Я не проповедник. Или, например, человек говорит, а может им не надо, а я полезу, буду отреставать. Или, например, человек говорит, а может быть не треба, пока что... Зойливо лезть им в глаза. Пусть они увидят, как я живу, и придут ко мне. И я тогда им расскажу. Но жизнь говорит, что они не придут. Даже если будут видеть, они не придут. На тысячу людей, жаждущих, только один интересуется. К остальным нужно прийти, на где он Иисус. Он шел к людям. Он шел к людям. Он приходил и начинал разговор. И начинал разговор, отталкиваясь от их проблем и нужд. Он просто начинал разговаривать. А потом давал то, что им надо. А потом уже приводил их к вере. Они не придут. Поэтому это от коряка, когда человек говорит, ну я не буду навязываться. Он придет, захочет, придет, и я ему дам. Это будет Богородно. Это неправда. Это неправда. Статистика говорит, что больше 80% покаявшихся, это люди из круга друзей, родственников, соседей, сослуживцев, тех, которых мы знаем, с которыми соприкасаемся. Мизерное количество людей, которые покаялись на улице через брошюры, через рекламу. Это гораздо меньше. Через брошюры или рекламу. Через евангелизации. Через евангелизации. Иордан говорил раньше, палатка. Раньше это было, да. Было пробуждение. Тогда все бегом бежали. Тогда ничего не надо было. Листовку дал, и человек выпишет их глазами. Я хочу, я хочу, покажи мне. Была нужда. Было другое время. Сейчас нет. Сейчас все надо делать по-другому. Согласны со мной? Согласны ли ты? Поэтому все эти отговорки, откоряки, они смешные. Я стесняюсь. Послушайте, я учился в девятом классе. Было лет пятнадцать, шестнадцать. Я был такой заводной мальчик, энергичный, с лидерскими наклонностями. Эти лидерские наклонности часто уводили в хулиганские поступки. Не то, что я там был полный балбес, но был такой. Я помню, я в Чите вырос. Чита – это суровый край. Столица Забайкальского края. Суровое время. Природа. И там у нас есть такая река Ингада. Это большая полноводная река с быстрым течением. Мощная река. В хорошие времена она вот как до... Два раза как до дома до этого. Такое расстояние. Большая. Плэть – это... Ты уже снесен далеко-далеко, пока перепонят. И я помню, я подбил двух пацанов своих одноклассников. Витя Свалова помню, и Костя Дуна. Они такие здоровые два. Один толстый такой. Витя Свалова. Хирург. Помню, я заверил голову. Разделил меня. Я стою там такой шпиц. Значит, он говорит, ты чё такое худо? Я говорю, я не худо, я лёгкий. Я лёгкий. И вот я лёгкий. Значит, идём мы... Я говорю, поехали, пацаны, вместо уроков, короче, поехали за Ингаду. За Ингаду, и там надо на автобусе переехать, и там лес. Я там жил добре. Знаю там все места. Познал местат там. И мы в лес, короче. И вдоль берега реки идём. И по край брега на реката вървём. И у меня, значит, зуд. Я на лёг. И мен ме срби. Март месяц, по-моему, или апрель. Беше март месяц. 40 градусов морозов. Какая температура. А тут уже потеплеяло так, но всё равно ещё лёд стоит. И вот я пойду прыгаю. И аз скачам по лёда на тази река. И те вървят по река, като нормални хора. И изведнъж се пуква реката, и аз падам под реката. И винага ме обръща. Краката ми под лёда. И аз се захващам за лёда. Ну секунди, буквально. Аз си готвих и си го представях тази ситуация отново. Секунди, две, три, четыре. И никто б меня не нашёл никуда. И никой не би ме намерил никога вече под тази лёд. И нямаше да ме има тук сега пред вас. Константин. Скачайки по този лёд. Без да се замисля. Вопреки, че е по-голям от мене. Той скача, хваща ме за ръката. И ме дърпа. И, значит, ну, холодно. Тут. В лесу. В гората. И мы давай разводить костёр. Я даже не заболел. Родители не узнали. И так, тайна прошло всё это было. И так, тайна прошло всё это было. Сушили там, кто мне дал рубаху, кто штаны. Ну, короче говоря. Переживи. Някой пантолон. Приживяхме го. Обаче, за что го казвам? Костя этот скаканул. Този Константин скачаше. Инстинктивно. Инстинктивно. И ме дърпно. Потому что я погибал. Я был его друг, одноклассник. Он меня спас. Вокруг нас огромное множество людей уходят в ад навеки. Они гибнут. Они играют в игровые автоматы. Бьют жену. Изменяют мужьям. Издеваются над детьми. Пьянствуют. Просто страдают. Они в грехах. И они уходят в ад. Пак човека казва. А челек говорит. Да, я читал Библию. Я знаю, что такое Евангелие от Лука 16 глава. Про богача и Лазаря. Я читал, что Исус сказал. Что огонь. Что палец. Хотя бы вот так вот взять. Хотя бы вот так. И это будет большой кайф. Но этого даже нет. И не будет никогда. Ни сегодня. Ни завтра. Ни через миллион лет. Ни в понедельник. Ни в среду. Ни в четверг. Ни через неделю. Это будет всегда. Да. А на других червь. И на другите с червей. А другим язык. В языке дырку делают. А третий сгар. И безконечная мука. И без крайней муки. Они будут кричать, кричать, кричать вечно. И ты будешь ответственен за это. Но я стесняюсь. Если бы Костя постеснялся. И не выхватил меня из этой полынии. Если бы у меня была лестница. И я бы шел с этой лестницы. С легкой. И увидел бы, что на втором этаже. Куда лестница досталась бы. На балконе стоит женщина с ребенком. И кричит. Пожар. Помогите. И огонь. И пламя. А я бы сказал. Ну я стесняюсь. Я ее недостаточно хорошо знаю. Пусть она обратится. И как следует. И тогда может быть. И короче говоря. Я бы убежал с этой лестницы. Я кто? Вот я кто? Кой сам ас? Ну согласитесь. Что тут что-то не так. Правда? Или я не хорошо понимаю. Что такое спасение от ада. Может мне нужно про ад рассказывать. Может быть Ляуда расскажет за ад. Может быть поэтому я пересмотрел тысячи. Может быть ну сотни роликов про рай и ад. Меня почему-то это волновало. Тресной колбасил. Я помню. Я только-только начинал. И какой-то проповедник. Рик Реннер по-моему. Я нашел его кассету такую маленькую. И в машину вставил. Он говорит. И он. Еду долго еду. Вот из Киева еду. Знаю там. Севастополь. И слушаю эти кассеты. Одно за другое. Одно за другое. Уже подъезжаю к дому. Уже устал. Я приближаю к дому. Я приближаю к дому. Измурився. Поставлю кассету. И он говорит. У меня очень непопулярная тема будет сегодня. Я буду рассказывать про ад. Обычно об этом у нас не разговаривает. Но я расскажу. И вот с этого момента. Я начал сидеть в машине перед домом, куда я ехал целый день. И сижу не могу выйти и слушаю про этот ад. И меня это начинает охватывать вот этот ужас и кошмар. И каждый человек, который балансирует сегодня с ковидном этом бреду на грани жизни и смерти, я понимаю, что он может попасть туда. Что он может попасть туда. Что он может попасть туда. И еще я больше всего боюсь. Иисус говорит. Ты знал об этом человеку? Почему ты ему не рассказал? Его кровь на тебе. Неговата кръва е върху тебе. Написано. Слушай се Библию. Делай свою работу. И ты получишь награда. Настоящу. Потому что самая большая награда за спасение людей. Это была первая часть моей проповедии. Мотивационная. Не знаю. Срабатывает. Не знаю. Дали работе. Теперь второй вопрос. Коренной. А что делать? Как его доправим? А как его править? Что делать? Извечный русский образ. Что делать? Что делать? Я, Иордан, поделюсь своим свидетельством. Я покаялся, потому что у меня была нужда в деньгах. У меня бизнес не подвигался. И через год моей веры, в бесконечных молитвах, Бог ответил мне. И Он сказал, я даю тебе бизнес. И я начал меня учить. И у меня график был такой, как будто как вот так. С бизнесом. Да. И я это получил. И я увидел, как это работает. И поскольку я человек верующий, вярваш човек. И считаю себя искренним. И мне так кажется, что я вот. Така ми се струва. Я ж не могу врать. Не мога да лъжа. И я стал рассказывать своим партнерам по бизнесу. Причина моего успеха. Скрито от гласа. А это привело к тому, что у меня появилась потребность рассказывать Евангелие. Я абсолютно не был подготовлен к этому. Не бях подготовлен за това обаче. Я закончил библейские курсы. Нас не учили проповедовать Евангелие. Основные там основы учения дали разные. Имашли некакви основы. Но у меня практика началась такая. И я собирал своих людей и рассказывал им о бизнесе. А потом говорил, я не могу вам врать. Я должен сказать, что это Бог делает мои вещи. Это Бог производит мой бизнес. Потому что я Ему доверяю. Я все заботы возлагаю на Него. И начали рассказывать об этом. И им рассказал за това. Это было непросто. И това не беше лесно. Я помню, я первый раз это начал делать. Я часа три подкрадывался, наверное, к этой теме. Я думал, что меня забрасают чем-нибудь. И я думал, что меня забрасают чем-нибудь. Я был потрясен, когда я увидел живое, искреннее желание людей услышать Ивангелие. Узнать про Бога. И я стал это делать все чаще и чаще. И все больше и больше стал замечать, что люди в Белязовых все почествующих городов все интересуют от това. И их интересуют больше. Это удивительно. Они приехали там. Из Иркутска прилетел в Крым человек. Заплатил на самолет кучу денег. Приехал на тренинг, чтобы узнать, как бизнес делать от меня. А потом кричит, Али Игоревич, не рассказывайте нам про этот бизнес. Расскажите нам про Бога. И я начал рассказывать про Бога. И от этого все началось, 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 началось. Тренинги эти я проводил на своих партнеров регулярно. И чем чаще я проводил эти тренинги, тем больше я наполнялся вот этим вот всем. Со стопа. Ну, двести человек сидит в зале и двести выходят каяться. И я понял, что у меня это срабатывает, потому что я имею авторитет. Потому что у меня есть результат практически по бизнесу. Потому что я здоров в своем возрасте, потому что я успешен. И у меня есть пример свой. И они мне доверяют. Они меня знают. И поэтому, когда я говорю, вам нужно Бога. Не, не все. Не все. Но я, иногда, а мне один мужик говорит. Видишь, один муж мне казал. Я говорю, а ты чего не вышел? Питал го, за что не излезе. И той мне казал. А я, этот самый. Саентолог. Саентолог. Говорит, ты в ад захотел. В ад ли искаешь да уйдешь? Ты в ад захотел? Иди сюда. В ад ли искаешь да уйдешь? И лад тука. Я наезжал. Им се карам. Саентолог он тоже мне. Иди сюда. И лад тука. Саентолог. Сейчас будешь у меня христианином. Да. Меня критиковали за это дело. Меня критиковали за это дело. А потом я уже осмелел. Осмелел. Я среди незнакомых людей мог проповедовать. Да. И все это вот в живую естественно. Когда собрания какие-то. Когда один на один с кем-то там. И потом я стал на улицах подходить к людям там. Особенно таких, кто вот сидит на улице. Ну, не подходил к людям, которые идут. Не уйти в прихора, която върлит. Меня очень сильно. Сильно меня, значит, коробило. Когда я видел. Я учился как евангелизировать на улице. Да. Меня это интересовало. Но потом я понял, что. Известнишь разбрах. Что это путь неправильный. Потому что. Слишком маленький выхлоп. Ну, выход. Образно говоря. Не все заинтересованы. Не всички са заинтересованы. Особенно меня угнетало. Положение проповедников, которые стоят возле метро. И вот он, значит, проповедует. Значит, эпатажным образом таким. Как будто вызов. Он даже. Он. Он как будто отрабатывает. Он как будто вызов бросил. Ему неважен результат. Он просто вот это вот. Доказать всем. Вот что я. Храбрый, смелый. Я сам храбрый, смелый. Я сам боец на Иисуса. Пьяный какой-нибудь стоит перед Ним. Шатается. Кривляется. Люди ходят мимо. Это порнография, конечно. Неправильная. Неправильная. Нужно было искать какую-то формула. И я обнаружил такую формулу в интернете. Что можно в интернете. Что. Особенно я это осознал, когда началась пандемия. Я задолго до этого начал. Лет восемь назад я начал, наверное, проповедовать в интернете. Потому что люди, которых я приводил на служениях. На своих собраниях, на тренингах. Они разъезжали в разные города и страны. Я уже рассказывал здесь. И там я их всех учил найти церковь. На эти центры полной Евангелия прийти туда. А потом мне доложить, что я нашел. И группы целые возвращались там. Я помню, один епископ мне из Стамбула прислал письмо специально. Вы кто такой вообще? Вы прислали нам такую группу активных верующих. Они пришли из бизнеса и принялись служить там вообще. Понимаете? И те излезли от бизнеса и уйти были дослужить там. Ну вот таких вот было как бы немало таких людей. И я понял, что не все попадают в церкви. Конечно же. Да. Ясно, что это уже работа Святого Духа. Я сделал все, что мог. Но потом я начал делать это. И я решил, что люди, которые от меня уехали, но остались со мной на связи как в моем бизнесе. Я должен был на них как-то влиять. Я создал такой сайт. Купил конференцию обыкновенную простую. И сказал, что каждый четверг 8 часов я могу рассказывать о Христос. И они приходили, и я читал проповедь как в церкви. Они приводили с собой маму, брата, соседа, кума, партнера. Сами. Я никого не приглашал. И я читал проповедь. Ну как в церкви, короче. Потом я приводил их ко Христу. Евангелие рассказывал. А потом говорил, чтобы они все нашли церковь в себе. В каком городе ты живешь? Заходи в Google. Значит, церковь полного Евангелия в Воронеже. В свой град. В Чили где-нибудь там или еще где-нибудь. И иди туда. И вот так я делал. Такая правда. Потом я понял, что это не совсем верно. И последние лет 7, наверное, 6, я в течение часа с небольшими, до полутора часов у меня уходит на это собрание. Каждый четверг 20 часов я рассказываю Евангелие. Через свое свидетельство. Через свое свидетельство. Я рассказываю свое свидетельство. Я говорю, вот я такой, я там породился, вырос, рассказываю, как я искал, как я мучился, как мне было плохо, как мне не было денег, какой был неудворенный, когда у меня была проблема, нужда. Да. Значит, про себя рассказывал. Рассказывал за себя. Из каких я вышел, из советско-марсийских кругов, и что я была, и все такое прочее. Да. И как это было мне трудно, и каких долгах я был, и как в семье был разлад, и как дети мною тяготились, потому что я не мог обеспечить себя. И как я мучился и страдал, какие я в соблазны впадал. То есть я рассказывал свою историю. Достаточно подробно. Могу подробно. Потом я привожу, рассказываю, как мой дистрибьютор сказала мне, что я хороший, но без Бога не прорвусь. И как она мне дала види кассету, на которой было воскресение человека. И как я пошел искать христиан, которые за меня помолятся, чтобы я разбогател. Как-то все христиане до сих помолятся за меня. Если воскрешаются мертвые, то и богатство можно также по молитве получить. И как я покаялся, и как я переименился, и как Бог показал мне видение, и как Он поручил мне читать Библию, и как я начал молиться, и как у меня изменилась жизнь, и как у меня бизнес пошел. И потом я рассказываю, как Бог создал мир, и про Адама и Деву, и откуда грех пошел. И что вот наступила полнота времен, и что Иисус пришел, или это исчисление с этого момента началось. И подробно рассказываю. Я рассказываю, что я, значит, про Иисуса Христа слышал, что, 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 ну, он, что якобы там спас кого-то. Я думал, это мифы, легенды, сказки для лохов, что выпить можно было на Пасху, что на Рождество два раза можно. Вот что я говорил. А тут я услышал историю, парень молодой, симпатичный из церкви, значит, в обыкновенном пиджаке и в галстуке. Постепенно подложу их правильной мысли, что не обязательно храм. И сейчас я рассказываю подробно, достаточно подробно, через свою историю, чтобы не было сухого учения. Чтобы не было вот этого вот, понимаете, такого, истории. Сразу, как только в факты ударяешься, вянут люди. Как только истории начинаешь рассказывать, класс открывается, и они потребляют. И я с удивлением стал замечать. У меня стали каяться. Пять человек, шесть человек, семь человек, восемь человек, пятнадцать человек, двадцать человек, тридцать человек. За раз. Вот они, кто хочет прямо сейчас отдать свою жизнь. Я вижу, люди не мои, не знакомые. Там тридцать стоит, восемнадцать из них покаялись. Двадцать пять покаялись. Тридцать покаялись. Тридцать покаялись. Сорок. Максимальное количество людей, сто сорок четыре человека за один раз. В прошлом году в мае месяце или в юне месяце, пятьсот человек за месяц покаялись. Они отдали свою жизнь Христу. И эти люди куда-то пошли. Потом я понял, что они куда-то теряются. Не все доходят куда-то. И я сделал, и я сделал тогда, группу создал из таких активных, молитвенная группа. И сказал, мы будем молиться. Им казах, чинишьтеся молим со своей группой. Со своей группой. Со своей группой. Пробивал эти небеса свинцовые. И мы будем молиться, чтобы у нас были люди. А они все в церквях. Я их всех в церковь растолкал. Заставил, изнасиловал, чтобы они пошли в церковь. Рассказывают какие-то небылицы. Что якобы в интернете люди кают. Я начал изучать в интернете. А что есть в интернете, чтобы евангелизировать? Не очень много. Я вам скажу, не очень много. Не много. Рассуждения в основном. Что не работает, как надо, теория. Я не потому, что я молодец. А потому, что я просто не нахожу, не вижу. Может быть, что-то я не заметил. Но на русскоговорящем пространстве в интернете я не видел, чтобы кто-нибудь подобным образом действовал. И вот недавно Бог мне откровение дал. Во-первых, Он мне сказал, я живу в трех церквях. Я их не разделяю. Но одна моя, где я пастырем, суп-пастырем, она растет быстро в Севастополе. Вторая церковь ваша, наша. И третья церковь сейчас в Алании появилась. Церковь вы знаете, да? Слово жизни. И вот я в трех церквях, я везде. Там, где я нахожусь, я считаю, это полноценной церковью сегодня. Я приношу десятину сюда. Я прихожу сюда, как в свою церковь. И я отношусь к пребыванию. Потому что я живу в трех местах. Это моя поместная церковь. Ясно, что моя база в Севастополе наступит момент, когда я туда верну со всем. Но сейчас так, как есть. И я хочу сказать, я был во многих церквях. И вот Бог мне показал. Я же молюсь на тему, как мне помочь людям. Вот тем 90% людей, которые не являются никакими активными проповедниками, а просто живут, верно живут в Боге, но они не могут активно действовать в последние времена. За что-то наистину не им стиготравить. Подготовка, дара такого. Это же дар. Это же дар, евангелистский дар. Дарба, это будешь евангелист. Твое педаграмное служение. Это евангелист. У меня, наверное, и есть такой дар. У меня нет дара пастырского. Мне лучше вдохнуть, чем звонить своим людям. Понимаешь? Заботиться о них. Я не могу. Может, я там что-то делаю, но через силу. Ты жива? Нормально? Пока да. Так вот, что я хочу сказать, дорогие друзья. Бог сказал мне однажды, я молился. Господь, мне кажется, видишь. Он сказал, в моей церкви нет евангелиционного духа. Мало евангелиционного духа. Много-малко евангелизационный дух. Я рассказывал здесь, значит, как-то в проповеди, что мне Бог дал такое откровение, чтобы я молился о молитве апостола Павла. Я просил в молитве эфесянам первой главы духа премудрости и откровения. И я думаю, что это работает. И он мне сказал, я так, я не слышал этих слов, иногда я слышал, но я не слышал этих слов, но это вот у меня вот оно, вот оно у меня родилось внутри. Что нужен евангелиционный дух. Пришло время ускориться. Пришло время ускориться. Начать расти. Надо спасать людей. Надо идти по миру. Каким образом это делать? Интернет. Интернет. Активно использовать интернет. Когда я покаялся и просил Бога о том, чтобы он мне бизнес помог сделать. Я работал в компании, которая занималась с продуктами для снижения ветра. И проработал там более десяти лет. И просил Бога, чтобы он мне помог. И вдруг он мне сказал, я даю тебе новый бизнес. И говорит, не перейди в бизнес, в компанию, где, значит, занимается интернетом, там, такими делами, компьютером и такими делами. И говорит, это не мое, я вообще ничего не знаю. И я сопротивлял. Но он меня, короче, я перешел. И я долго не мог понимать. Потому что через три с половиной года эта компания развалилась позором. И я потерпел там в определенном смысле. Я там выступал за правду, меня там выгнали. Ну, короче говоря, я потерпел. И когда пандемия началась, и все сидели, вот мы в Турции как раз были, мы сидели вообще безвелозно, из дома не выходили. А у меня процесс только нарастал. Процесса ми растеше все повече и повече. Това беше най-силно время за евангелизация. И тогда Бог не открыл. Вот зачем я тебе перевел в компанию, которая дала тебе возможность познакомиться с интернетом и быть готова технически оснащена. Здесь проповедна. Смотрите, что я им сейчас скажу. Чисто практический вопрос. Это для всех. Это для всех. Твои за всички. Я хорошо понимаю, как работает церковь. Вот хорошо понимаю технологическую цепочку. Так скажем, если можно так сказать. Это мрежа. Значит, самое центральное место в служении, недельный цикл в церкви, недельный цикл, и самое центральное место занимает воскресное служение. Это самое главное время. После проповеди. Говорит, а есть ли здесь новые люди? Есть ли те, которые пришли сюда сегодня первый раз, на таком собрании, на таком служении впервые, и вы готовы прямо сейчас отдать жизнь свою Иисусу Христу? Есть такие люди? Говорит там, ну идите сюда. Я посижу здесь, говорит человек. И иногда выходит. И иногда два, иногда три, иногда пять. И иногда никого. Ну правда, так ведь происходит. И тогда проповедник, и я так делал всегда, рассказываю Евангелие за семь, за пять минут, за три. И потом говорю, давай, помолимся. И человек молится. И има случаи, често, когда человек рождается свыше, этого достаточно. Несмотря на то, что проповедь была, например, о благодати или о семейной жизни, или о чем-то не связано с Евангелието и спасението, жертвата на Христос, голгота или кръвта на Иисус. И он остается в церкви, прирастает и живет. А часто бывает, что человек вышел, покаялся, но не сделал это по-настоящему. Не возродился в дух его. И он исчезает свыше. А часто бывает, что человек и не выходит даже. Его не тронуло, не коснулось. И вот я приглашаю своих людей приводить друзей на собрание. Я так делал. Я приводил на собрание. Вот уже двух привел. Сначала дочь привел. Потом сестру. Потом вторую сестру. Потом племянец. И пошел, потом пошел, пошел, пошел. Церковь наполняли мы. Сегодня многих нет. И сегодня гораздо труднее пригласить церковь. Человека. Пандемия раз. Во-вторых, вообще просто темп. Сейчас нельзя так долго проповедать, как я сейчас проповедую. Сегодня надо быстро это делать. Согласен? Но это я уж нахально забираю это слово. Потому что я заканчиваю, завершаю. Я хочу сказать вот какую вещь. В каждой церкви есть служитель. Человек с даром пастыря. В каждой церкви есть служители, у которых есть другой дар. Например, евангелисты. Всегда есть человек, который чаще других приводит людей. Согласен? У него есть потребность делиться. Значит, я бы порекомендовал бы всем. Это вот сегодня первый раз я такое рассказываю. Я начал в Алании, но еще не до конца. Сейчас я поеду в Севастополь и вообще начну это. Я хочу дать вот с учетом своего опыта вот какую подсказку. Нужно попробовать. Вот я вчера в прошлый раз в воскресенье слушал от тебя. Ты рассказывал про молодежное служение. И как бы там я сегодня заходил, да, посмотрел, как там у вас все круто. И теперь не отвертишься. Теперь вам нужно что? Теперь вам всем нам нужно из своей среды выдвинуть нескольких евангелистов. Людей, которых надо обучить. Молодежные. Молодежки. И обычные. Постаршие. Обыкновенные. Мужчины, женщины. Вот представьте себе идеальную картину. Идеальная картинка. Технологический процесс. Технологичный процесс. Недельный цикл. Седмичный цикл. Кроме, значит, четверг или пятница, там молитвенное собрание, там, значит, еще какое-то. Среда. Там, скажем, в семь вечера или в восемь вечера. В интернете. В Варне. В интернете. У вас есть конференция. У вас у всех есть ссылки на эту конференцию. И один евангелист каждую среду рассказывает свое свидетельство. Евангелие. Евангелие. Он ничем не занят. Он целый час говорит про Христа. С историей. С историей свидетельства. Записаны короткие видео. Двух-трехминутные видео. Истории людей, которые вот так тут покаялись. Через это свидетельство. И какая задача этого человека? Рассказать Евангелие. И все время продвинуть, что в воскресенье по такому-то адресу у нас будет. У вас в Варне здесь. У нас будет собрание. И там человек. Вот такой человек, который знает то, он будет говорить об этом. И проповедь о финансовом обеспечении. А исцеление. И можно привести этих людей к покаянию. Даже если они не покаят, а просто услышат Евангелие. И потом они придут в воскресенье, это будут другие люди. Это будут абсолютно другие люди. Теперь представьте. Вот нас сидит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Там сорок человек. Если все по одному пригласят, дадут ссылку на это собрание. В интернете. Это процесс такой. Так мы готовим наполнение церкви. Мы не уговариваем никого привезти за руку. Люди не ведут за руку людей. Знаете почему? Потому что они боятся, что человек, который они приведут, он разочаруется. Потому что он еще не поймет. Какая-то музыка. Какие-то слова. Някакого музыка. Понимаете? Нету в этой башне с крестом. В смысле храма. И он говорит, ты куда меня привела? Я больше не приду. И человеку это неприятно слышит. Совсем другое дело. И потом идти, дождь, то и все. А совсем другое дело, когда человек слышит Евангелие в интернете. Интернет это наш воздух. Мы живем там. Там есть полное доверие. Это прошли времена, когда можно... Я читаю иногда, на православное попадаю. А можно ли Библию через интернет читать? На полном серьезе туда. Или только бумажная работа. Это прошло время. Каждая среда. Всякая среда. В любой день. Каждая среда. Все знают. Каждая среда. В этот раз молодежный евангелист поступает. Молодежь собирает. И все молодых ребят туда. Серегу, вот тебе ссылка. Зайди, там пацан рассказывает. И он слышит Евангелие. Евангелие в разобранном виде. В живую. С историей, свидетельствами. Меньше теории, больше свидетельствами. И у человека возникает вопрос. У него возникает интрига. Он хочет узнать. Если даже он не покажется, он идет готовым на собрание. Вот ваш молодежный центр должен превратиться в штаб. В революционный штаб. Графики. Таблицы. Люди. Кто сколько приводит. И начинаем. А? Тренинг. Как евангелизировать. Как приглашать. Что сказать, чтобы человек пришел. Серега. Представьте себе на минуту. 40 человек привели по одному. 40 человек услышали? 10 покаялись. 8 пришли на собрание. Если сегодня на собрание 8 человек новых пришло. А в следующей неделе еще 8. А в следующей неделе еще 10. По 8. 10 души. След това ще трябва нещо да се прави. Вы понимаете? Тогда надо будет все это организовывать. Тогда надо воскресное служение. Быстро их куда-то там. В обучение. Какое обучение? Чтобы они приводили новых людей и изучали Слово. Да водят и все нови хора и изучават Божието Слово. Аминь. Я извиняюсь за то, что я задержал. Но мне дали поздно время. Но один раз в жизни можно, правда? Видно же в живота мога да го позволяю. Так в церкви появляется евангелизационный дух. И така в церквата се появява евангелизационный дух. Через това церквата започва да расте. Такое комбинированное отношение. Комбинированное воздействие через интернет и на живое дает возможность для роста церкви. Абсолютно в этом уверен, потому что мой десятилетний опыт говорит, что это возможно. Просто инерция еще не позволяет людям включиться на полную катушку. Если нужна будет моя консультация, помощь в обучение, на тренинг, как да провеждаме собрания в интернет, то я могу предоставить такой перечень моих выступлений. У меня есть служитель, который записывает все мои слова. Любое можно выбрать. Короткие, длинные, краткие, долгие. Под себя адаптировать. В молодежном стиле. В женском стиле. Через любую нужду можно привозить. Разные категории людей. Разные категории хора. Зависимые. Молодые, пожилые. За детей. Все, что угодно. Моя тема – бизнес через деньги, через нужду. Много таких людей. Аминь. Господи, спасибо Тебе, что Ты позволил мне сказать то, что Ты задумал сообщить этим людям. Я верю, что с сегодняшнего дня в сознании каждого из нас возникнет мысль, что мое спасение напрямую зависит от спасения других людей, на которые я рассказываю о Христе. А Тебе, Господь. Помоги нам. Содействуй на наши дела. Дай нам премудрость и откровение. Дух этой премудрость и откровение, чтобы действовать в наши сердца. Открой наши очи. И помоги нам. Помоги нам сделать работу для Тебя. Спасибо Тебе. За крест и за кровь. За нашу возможность жить вечно. Слава Тебе. Аминь. 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 Спасибо большое. Я думаю, актуальна эта тема. Особенно в преддверии предстоящих праздников. Потому что следующее воскресенье у нас будет день рождения церкви. Мы закажем торт, и можно приглашать людей, потому что будет общение. А по следующее воскресенье у нас будет празднование Рождества. И знаете, когда мы открыли церковь? Мы спланировали так, что первое собрание 10 лет назад выпало как раз на Рождество. Для того, чтобы мы пригласили. И мы сказали, открывается церковь для русскоговорящих. Приходите, у нас будет праздник Рождества. Праздник на Рождество. Ну, то есть Бог нам дает мудрость. Спасибо, Олег Григорьевич. Потому что у нас помазание с Геннадием. Мы не евангелисты, мы не профессионалы. У нас больше апостольское и пастырское помазание. То есть мы открываем церкви. Но когда Олег Григорьевич несколько лет назад говорил о том, как быть евангелистом на своем рабочем месте, мы последовали примеру. Ну, я, например, практик. Я послушала, и мне нужно это внедрять. Наша сфера – это люди. Наша сфера и хора. То есть мы занимаемся традиционно китайской медициной. И многие люди немножко путают это. Например, нам звонит одна женщина и говорит, вы открываете чакры. Я такая с недоумением. Какие чакры? Я запитана, как вы чакры. А мне говорят, ты чего надо было сказать? Открываем, приходите. В Казаха трябошли, скажем, да, отварим. Ну, то есть, понимаете, говорите с человеком на его языке. И у меня стала как-то, ну, религиозность это отпадать. И мы, у нас была предоплата, мы планировали провести трездиас. И у нас осталась предоплата в тысячу евро или две тысячи евро. И нам говорят, из-за коронавируса, ну, люди не могут, мы не можем провести этот семинар. Они говорят, ну, вы можете проводить там что-то другое, размещать людей, и мы будем это вычитать. Я говорю мужу, давай проведем им семинар, пригласим там все, кто занимается цигун, там вот эти йоги. Ну, и наша тема интересна, как чакры открывать. Вот, и мы, в общем, собрали семинар, мы им дали гимнастику, как поддерживать свое здоровье, как там, чтобы спина не болела. Дали там, что такое традиционно-китайская медицина. Ну, чтобы не было путаницей. И в последний день вечера, как Олег Григорьевич рассказал, как он вызывался. Мы говорим, вот мы вам рассказали, как физически поддерживать тело, как эмоционально поддерживать. Но есть одно, которое вот никогда не проигрывает. И все такие, что это, что это? Мы говорим, ну, это Бог, и это молитва к Богу. И они говорят, а мы все три дня думаем, какие-то вы особенные. Ну, и мы начали на эту тему, помолились. Они были с разных городов. И вот интересно, что одна из них, Геннадий начал домашнее служение в Бургасе. И одна из них пришла, она врач. И слава Богу, что она там. Я вот сейчас тоже получила обличение, что, я думаю, мы призвали людей. Сказали им о церкви, но не настаивали. Сейчас, я думаю, я обзвоню и приглашу их еще на Рождество. Да, поэтому спасибо, Олег Григорьевич. Я думаю, что для нашей церкви очень актуально именно вот это вот помазание евангелизма. Пусть оно придет и ускорится. У нас все к дерзновению такое пришло. Поэтому, пожалуйста, приглашайте на день рождения церкви. Приглашайте на Рождество. Да, в следующие два воскресенья будем ожидать новых людей.